Моя первая Библия Все в Библии найдешь Раскроешь и тебя не оторвешь Этой книги правды нет И старый млад найдет ответ И льется на нас прямо с небес Великой истории Божественный свет Давид и Голиаф Давным-давно Бог послал пророка Самуила Найти будущего царя для израильтян Самуил Иди в дом Иесея в Вифлееме Там ты найдешь нового царя для Израиля Интересно, кто он? Сынки, идите в дом Гость хочет повидать вас Давид, присмотри за овцами А мы пойдем в дом Иесея, ты говоришь, у тебя восемь сыновей Да, и все они чудесные юноши Вот они Ой Кто же из них? Конечно, этот отмечен Богом Нет, Самуил Ты слишком много думаешь о том, как он выглядит А ты загляни внутрь В его душу Подождите Здесь только семеро У тебя есть еще один сын Да Он самый младший и маленький Видишь, вон там пасет овец Он? Нет, этого не может быть А если он? Спасибо Теперь я пойду Ты должен заглянуть в его душу Как тебя зовут, сынок? Давид Бог сказал мне Что когда-нибудь ты станешь новым царем Израиля Бог мой друг Он хранит моих овец Да И надеюсь, когда-нибудь он спасет нас всех До свидания, Давид До свидания Да хранит тебя Господь Трех старших братьев Давида призвали на борьбу за народ Израиля Давид Иди сюда и помолись со мной Пока я благословляю мужчин нашей семьи на битве Ильяф Аминадав Сама Да благословит вас Господь И сохранит целыми невредимыми на поле сражений Ну, отец Что, сынок? Ты не благословил меня? Я тоже хочу сражаться за Израиль Не беспокойся, отец Мы уже взрослые И сильные Мы готовы сражаться за Богом избранный народ Против неверных филистимлен Мы победим и вернемся домой, Давид Раз, два, раз Эй, подождите! Подождите! Не уходите без меня! Пожалуйста, отпусти меня, отец! Я тоже хочу сражаться за народ Израиля Что-то смешного! Может, я и маленький, но смелый Вот позавчера, например Я спас стадо овец от огромного свирепого льва Я выпустил в него камень из прощи И он упал замертво Хотите посмотреть? Нет, Давид, не сейчас Сначала я схватил льва за нос Бац! А потом оттаскал разбойника за гриву А потом я раскрыл его пасть и спас нашего ягненка А потом... А потом... Я не боюсь этих пилистимлен Пожалуйста, отец Отпусти меня тоже Пасти овец Это не сражаться со злыми громадными врагами Малыш Давид Оставайся дома, братишка Отцу нужна твоя помощь, чтобы пасти овец И отец за тобой присмотрит Прости, большой ягненок Возможно, ты и смел Но слишком мал для настоящих сражений А? Аминадав, Сама, пора идти До свидания, отец До свидания Когда-нибудь я тоже буду сражаться за народ Израиля, отец Придет день И вот две армии встретились для боя посредине широкой долины Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два Раз, два, раз, два, раз, два Царь Саул вел армию израильтян Но на стороне их врагов филистимлен был великан Он пошел по долине навстречу армии израильтян Его ноги были как стволы большого дерева, его руки крепки как железо, от его шагов сотрясалась земля Я Голиаф, великан, а вы всего лишь жалкие прислужники царя Саула Даже если вы все выйдете на бой со мной, вы никогда не победите Так что лучше не лезьте Я бросаю вам вызов, выбирайте самого смелого храбреца для битвы со мной А нет, только не я И не я И не я тоже Всего один человек Если он победит меня, все наши люди станут вашими слугами Но если я убью его, вы все станете нашими слугами навсегда Ну, кто достаточно храбр, чтобы сразиться с великаном Выступи вперед Я жду Ха-ха-ха-хаа Сорочь дней, каждое утро и вечер Голиаф выходил на середину долины и издавал громкий боевой клич Ах! 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 Тьфу! Кто сразится со мной сегодня? Ах! Не вчера! Не сегодня! Среди нас нет хребреца, чтобы сразиться с этим великаном! И такого глупого! Да вы просто трусы! Гляди, что сказал! Он прав! Точно прав! А что думают мои братья? Может, мне? Я! Ого! Ого! Нет, даже не думай об этом! Я попытаюсь! Я! Не стоит это того! Может, я... И не ты, Ильяв! Не стоит рисковать! Даже ради женить бы на дочери царя! А как было бы здорово! Побить великана и получить в награду руку царевны! Ах! 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 Готов спорить, что собью тебя Помни, никогда не нужно бояться Давид, прекрасный выстрел, сынок Ты видел, отец? Так отпусти меня в армию сражаться вместе с царем Саулом и другими израильтянами Нет, сынок, я уже говорил тебе, они тебя не возьмут Ты слишком молод для воина и вообще тебе бы нужно немного мясом обрасти Молодец, я сильный и бегаю, как олень Я сказал, нет, Давид Делай то, что я прошу, отнеси еду своим братьям А потом расскажешь мне, как они там И будь осторожен, сынок, молю Бога, чтобы ты принес хорошие новости Кто сегодня сразится со мной? Есть хоть один храбрец, чтобы сразиться Неужели все израильтяне такие трусы? Филя! Аминада! Самма! Что вы делаете? Почему вы убегаете? беги и сам если соображаешь берегись малыш кто это кляв великан он первый среди филистимлин изражается против народа израиля и никто не даст ему отпор да ты что ты только посмотри на него какой он сильный он ростом с высокое дерево никто из нас даже его копье не поднимет а что уже царь саул царь саул назначил хорошую награду тому кто убьет этого гиганта он даже отдаться него свою дочь и никто не хочет попытаться нет никто из нас не хочет умирать попусту или а почему ты не сразишься а минадав чего ты боишься сама неужели ты тоже боишься этого великана все войны боятся малыш давид да братишка ты не боишься и вообще тебе здесь не место давид да братишка беги кота домой и поси овец так будет лучше нет я не могу кто-то должен сразиться с гляв но кто здесь все его боятся я буду сражаться с великаном я не боюсь ты бог сильнее галиафа и бог мне поможет идите и скажите царю саулу что я не боюсь у меня новость для царя саула какая новость тут появился один смельчак на самом деле это маленький пастушок он говорит что хочет сразиться за царя саула и израильтян говорит что бог поможет ему сразиться с великаном а он даже не обучался военному телу так отправь этого маленького глупышку домой здесь на поле брани царю саула не до шуток скажи чтобы пришел сюда но господин яв приведи мальчика ко мне сейчас же интересно кто он интересно почему это единственный храбрец готовы сразиться с великаном я понимаю что он великан а я нет копью его как дерево у меня всего лишь проща этот филистим ленин такой большой но я знаю я знаю кто здесь главный у меня есть бог великан он больше того кто сейчас передо мной и даже тот кто ростом с дерева будет карликом рядом с богом великаном который со мной я сражался с ревущим львом от меня убегали волки и каждый раз неся в себе веру я не испытывал страха ведь бой вел бог а не я этот филистим ленин большой но я знаю кто здесь главный а 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 Продолжение следует... 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 Господи, помоги мне, помоги мне сразиться с Голиафом за народ Израиля. Ты слышишь меня, Голиаф, великан? Я готов к бою! И ты думаешь, что можешь сражаться палками и камнями? Но ты об этом пожалеешь! Ты бьешься со мной острым мечом и тяжелым копьем, а я именем Божьим! Божьим! Голиаф, мертв? Бегите, спасайтесь! Смотри, все эти трусы бегут! Да, за ними! И израильтяне погнались за филистимлянами. Мальчик убил великана! Великан убит! Давид! Да! Где мальчик Голиаф? Да! Приведи его ко мне скорее! Братишка! Это ты! Наш маленький братишка Давид. Приведите мальчика к царю Саулу. Спасибо, сынок. Благодарите Бога, Ваше Величество. Вот так маленький Давид победил великана Голиафа с Божьей помощью. Это было одно из многих испытаний, которые Бог задумал для Давида. Маленький пастушонок Давид вырос и стал великим царем, который служил Богу. Всю свою долгую жизнь, полную приключений, Давид всегда помнил слова утешения Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok